Здравствуйте! Информационная картина дня в программе Республика. Об основных событиях вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. На ликвидацию очередей в детские и дошкольные учреждения в России направят солидные ресурсы. Более 300 миллиардов рублей до 2016 года. Сегодня об этом сообщил председатель правительства Дмитрий Медведев на видеоконференции. В ней принял участие и глава республики. Очереди в детских садах – проблема большинства российских регионов. Полностью сократить их удалось только в восьми субъектах страны. Работать еще есть над чем. В этом году на строительство дошкольных учреждений в виде бюджетного кредита было направлено более восьми миллиардов рублей. Финансирование увеличат в разы. Программа по сокращению очередности должна быть выполнена без боев, отметил Дмитрий Медведев. Причем регионы ставку должны сделать не только на строительство новых зданий. Эффективная мера – создание семейных дошкольных групп. Субъекты федерации должны реализовать дорожные карты по развитию государственной муниципальной системы дошкольного образования. Не нужно, конечно, забывать и о поддержке негосударственных семейных детских садов. Это альтернативное направление, относительно новое в нашей стране. Но, тем не менее, хорошо себя зарекомендовавшее. Надеюсь, что количество таких учреждений, таких семейных детских садов, таких организаций будет увеличиваться. В следующем году в России разработают федеральный стандарт дошкольного образования. При строительстве детских садов необходимо продумывать инновационные идеи, отметил Дмитрий Медведев. В Чувашии новые здания для дошколят сдают вместе с плавательными бассейнами. Еще один важный аспект программы – повышение заработной платы воспитателей. В каждом регионе она должна достигнуть среднего порога. Очевидно, что этот период для любого малыша очень важен. Именно в этот период дети начинают воспринимать и самих себя, и окружающий мир. Закладываются, точнее, основой их способностей творческих. Поэтому дошкольное образование должно быть не каким-нибудь, а обязательно качественным. Потому что, скажем откровенно, как ребенок себя чувствует до школы, так в значительной мере он будет себя чувствовать и в школе. В Чувашии до конца этого года откроют еще пять детских садов и более 30 групп в зданиях школ. Через два года своих мест дождутся ребята в возрасте от полутора до семи лет. В 2015-м проблема будет снята полностью. Рывок к этому уже был сделан. Меньше, чем за год в республике появилось шесть новых садиков. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. В Чебоксарах открылся ресурсный центр на базе Чебоксарского электроаппаратного завода. Сегодня его презентовали общественности. Это своего рода клуб, в котором будут представлены специалисты предприятия, школ, СУЗов и ВУЗов. Вместе они будут решать главную проблему – формирование кадрового потенциала для промышленности. Это на первом этапе. А если опыт окажется удачным, то вполне вероятно и для других отраслей экономики. Прежде чем презентовать ресурсный центр, для гостей провели экскурсию и показали цеха, в которых сейчас работают электроаппаратчики. Специалисты трудятся в принципиально новых условиях. Уже за круглым столом рассказали о сути и предназначении ресурсного центра, для которого уже подобрано помещение на площадке завода. Он создается в условиях, когда кадровый вопрос для бизнеса – приоритет. Мы знаем те специальности, которые выпускаются, какие-то менеджеры, к нам приходят на работу, устраиваются. Он приходит, а я менеджер. Чего ты менеджер? Какого? А я просто менеджер. Я говорю, я не понимаю такого слова «менеджер», потому что есть специализация в любом предприятии, в любом отрасли, в любом направлении бизнеса. И, соответственно, человек должен уже определиться еще со школы, а кем же он хочет стать, куда он пойдет, где будет работать. И вот создание ресурсного центра – это именно тот шаг, один из шагов, который мы вот сейчас делаем для того, чтобы решить вот эту проблему. Готовить к будущей профессии нужно целенаправленно, считают эксперты, уже со школы. Ресурсный центр, по сути, призван в этом помочь. Планируются встречи со школьниками и даже их родителями, поскольку они зачастую играют не последнюю роль в выборе профессии будущим выпускником. И тех, и других хотят познакомить с деятельностью предприятия, показать, чем дышит сегодня завод, дать практические рекомендации, куда лучше пойти и на какое направление, учитывая потенциал будущих абитуриентов. Ресурсный центр должен решать широкий спектр вопросов от определения количества нужных специалистов, совместного образования, научно-исследовательской деятельности до переподготовки кадров, то есть выстроить систему профподготовки от школ до предприятия. На выходе бизнес рассчитывает получить нужные кадры, а образовательные учреждения подготовить качественных специалистов, школьники и студенты получить востребованные специальности и работу при желании в своем же регионе. В рамках создания ресурсного центра ЧИАС, электромеханический колледж и 24-я школа подписали соглашение о партнерстве. В январе-октябре 2012 года снизились темпы промышленного производства. Такие данные опубликовал Чувашстат, сравнив их с цифрами тех же 10 месяцев прошлого года. В итоге индекс промышленного производства к январю-октябрю 2011 составил 111,4%. В этом октябре к прошлому 97, а в сентябре 94,5%. Ситуация по основным видам экономической деятельности следующая. Индекс добычи полезных ископаемых за 10 месяцев 2012 года в соотношении с тем же периодом, но 2011, равен 176,3%. В обрабатывающем производстве – 111,6%, в электроэнергетике – 98,9%. Снижение, по данным Чувашстата, в кожевином производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий, электрооборудовании, рост в производстве транспортных средств и оборудования, машин, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов. 21 ноября отмечается профессиональный праздник работников налоговых органов Российской Федерации. Голова Чувашии направил сотрудникам налоговой службы поздравление. В нем говорится, Одним из важных показателей работы налоговиков является рост бюджетных доходов. Отрадно, что за 10 месяцев текущего года объем налоговых доходов республиканского бюджета к аналогичному уровню 2011 года вырос на 15,7% и составил 15 миллиардов рублей. Увеличение налоговых поступлений в бюджет республики позволит направить значительную сумму денежных средств на выплаты социального характера, а именно на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, выплаты субсидий за услуги ЖКХ, льготным категориям граждан и другие цели. Пожалуй, чаще всего полицейские сейчас просят граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. В погоне за легкой наживой недобросовестные граждане готовы пойти на любой обман. Мошенники используют как уже известные схемы, так и новые, не менее действенные. Играя на чувствах доверчивых граждан, преступники могут не только убедить человека в несуществующей ситуации, но и по его согласию забрать необходимую сумму, а порой и все накупленные сбережения. В МВД Чувашии прошел брифинг для журналистов. Там побывала и наша съемочная группа. Телефонные мошенники играют особую роль в преступном мире. Найти человека, который звонит, практически невозможно. Чаще всего звонки совершаются ночью, чтобы объект мошенничества до конца не осознал, что происходит. Преступник говорит тихо или взволнованным голосом и старается не отпускать жертву до тех пор, пока не достигнет своей цели. Алло, пап, ты меня слышишь? Алло, кто это? Это я. Лешка, ты что ли? Да, это я, Лешка. Пап, я в беду попал. Именно с таких слов чаще всего начинается воздействие мошенников на потерпевших. Выдают они себя не только за родственников, попавших в беду, но и за сотрудников полиции, ведущих известных радиостанций, операторов сотовой связи и даже за предпринимателей. Телефонные преступления чаще всего совершаются мужчинами, которые находятся в местах лишения свободы. Но на воле существуют не менее ловкие мошенники, которые обходятся без телефонов. Вот мужчина просит разменять деньги, на глазах продавца пересчитывает наличные и в момент их передачи незаметно вытаскивает из пачки часть купюр. Как правило, недостающую сумму потерпевшие замечают слишком поздно. Но благодаря скрытым камерам найти преступника удается по горячим следам. Каждый предприниматель, я думаю, что понимает, что его безопасность – это его, собственно говоря, дело. И установка камер видеонаблюдения перед заведением, внутри заведения, в зале, и непосредственно в месте, где идет расчет. То есть установка этих камер, то есть небольшие финансовые затраты, я думаю, что позволит достаточно решить эту проблему. Больше всего обману подвержены пожилые люди. Это происходит не только из-за неосведомленности, но и из-за излишней доверчивости. Ведь если быть хоть чуточку внимательнее, мошенникам можно раскусить за считанные секунды. В первую очередь человека должен насторожить незнакомый номер, нестандартная ситуация и требование денег. Чтобы избежать роковой ошибки, достаточно перезвонить своим близким и узнать, как у них дела. Если ваши подозрения о мошенничестве подтвердятся, то следует обратиться в дежурную часть МВД. При любых случаях мошенничества или при попадании человека в беду по сотовым телефонам нужно обращаться по телефону 020. Со стороны телефонов уже, как принято, звонить по телефону 02. Как ни странно, но даже зная о схемах обмана, люди по-прежнему идут на поводу у мошенников и наступают на одни и те же грабли. Как правило, в большинстве случаев деньги вернуть не удается, а речь идет о крупных суммах. Потерпевшим только и остается успокаивать себя тем, что впредь они будут более бдительны и не позволят себя обмануть. Согласитесь, слабое утешение. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. 21 ноября Ленинский районный отдел судебных приставов и госинспекция по безопасности дорожного движения провели совместный рейд в поселке Лапсары. С 7 до 9 утра представители силовых структур проверяли водителей на наличие неоплаченных штрафов. За должность у вас в размере 200 рублей, плюс исполнительный сбор за несовременную плату 500 рублей. Общая сумма будет 700 рублей. Надо прямо сейчас оплатить. Я вам сейчас не могу, я вам не денег не участвую. Прямо сейчас, если вы будете оплачивать, вы будете накладывать арест на вашу имущество? Вот, блядь. За два часа приставы проверили 46 адресов, выписали квитанции на сумму 30 тысяч рублей, наложили 23 ареста на сумму 18 тысяч 200 рублей. Одному водителю пришлось отдать запасное колесо за долг 2400 рублей. Приставы арестовали автомобиль ВАЗ-2105. Хозяин машины задолжал банку 40 тысяч. Приставы отмечали, что многие жители поселка Лапсары сами приходили проверить задолженность. Со всеми квитанциями нужно заехать в ГИБДД и уточнить. 21 ноября в Чебоксары прибыла делегация из города Пафос, республики Кипр. В течение трех дней гости будут знакомиться с культурным и экономическим потенциалом столицы Чувашии. На официальном приеме глава города Леонид Черкесов рассказал о том, как позиционирует себя город на территории России и что говорят о нем в мире. Было озвучено, что Чебоксары заявляют о себе как о столице тракторостроения и городе с развитой электротехнической промышленностью. Советники мэрии города Пафос, в свою очередь, презентовали свой город как исторический центр, расположенный на перекрестке Африки, Европы и Азии. Председатель Международного комитета мэрии Пафос Лазар Самироу отметил, что им интересна работа не только в области туризма, но также и по продвижению продукции, выпускаемой в Чебоксарах. После обсуждения всех деталей в начале 2013 года будет заключено соглашение о дальнейшем сотрудничестве двух городов. Возможно, и жители Кипра смогут по достоинству оценить красоты Чувашии и ее туристический потенциал. На 155 гектаров увеличена площадь столицы республики. Четыре из них будут отданы под развитие спортивной и туристической инфраструктуры в поселке Сосновка. Такое решение, согласованное с Федеральным лесным агентством, принял Кабинет министров Чувашии. В границе города также включены земли из лесного фонда. 80 гектаров вновь приобретенной площади, 20 из которых в поселке Северный, будет отдано под жилищное строительство. На этих землях планируется построить жилые дома. Еще 50 гектаров леса отдали под занятие туризмом и спортом в Чебоксарах. В Минприроды пояснили, что включение земельных участков в границе Чебоксар позволит жителям поселков Северный, Пролетарский, Первомайский, Сосновка и Октябрьский, чьи дома расположены на землях лесного фонда, оформить право устанавливающие документы на участки и развивать территорию Заволжья как зону отдыха. В ближайшем будущем площадь Чебоксар может увеличиться еще на 475 гектаров за счет земель опытного лесничества. Власти планируют отвезти эти земли под комплексное освоение жилищного строительства и рекреационных целей. В Чебоксарах открылся международный оперный фестиваль имени нашего земляка Максима Дармидонтовича Михайлова. Уже 22-й по счету. Это событие считается одним из знаковых в российском культурном календаре. Достаточно взглянуть на список участников. В этом году на чувашской сцене пристают Елена Заремба и Елена Образцова, другие солисты многих российских театров. Театр оперы и балета много лет занимается ни много ни мало волшебством. Практически из подручных средств создаются произведения искусства. О том, как делать глубокий и одновременно яркий спектакль не менее чем за 2 миллиона, теперь можно спрашивать у руководства театра и постановщиков, которые совершили невозможное. На премьере оперы Аида побывала наша съемочная группа. Режиссерский ход Анны Фикиты, заключавшийся в отметании всех историко-бытовых ненужностей, сработал. На первом плане любовный треугольник Аида Радамес Амнерис. Режиссер не занимает чьей-либо стороны, стремясь максимально полу найти оправдание каждому персонажу, прослеживая изменения образов на протяжении всего действия. Пластическое решение спектакля позволило максимально обнажить верзевский психологизм. Я бы хотела пожелать гостям и зрителям, чтобы они с удовольствием пришли, с хорошим настроением, и могли бы наслаждаться тем праздником, который мы очень старались им подарить. Это очень искренне, очень от души и с большой любовью. Поэтому я надеюсь, они почувствуют эту любовь, которую мы вложили в этот спектакль. Вневременной конфликт дает толчок режиссерской фантазии. Во время увертюры перед зрителем предстают археологи, дотошно изучающие древности египетской гробницы. Надо полагать, той самой, где были погребены Аида и Радамес. История Аиды возникает как видение, вызванное вторжением в мир тысячелетнего покоя. Артисты перед спектаклем волнуются больше всех, ведь их задача – донести до зрителя режиссерскую концепцию. Конечно же, это большая концентрация перед выходом на сцену. Это весь день копишь себе эту энергию, которую ты должен полностью отдать, заполнить весь зрительный зал, чтобы мне поверили, чтобы поверили в мой образ, чтобы мне сострадали, чтобы за меня волновались, переживали. Эксперты из столицы, приглашенные на фестиваль, и руководители театров из соседних регионов хором твердили об успехе спектакля и высоком профессионализме наших исполнителей. Им вторили и обычные зрители. Вы знаете, не ожидал, не ожидал, потому что я видел много постановок Аида, включая Большой театр, в котором служил долгие годы. Но я знал вообще своих коллег, музыкальный театр Вашей Республики, я знал, что они просто так не будут браться за такое полотно, если они его не осилят, осилили. Я хочу поздравить от души, потому что все здесь как-то срослось. Прекрасный спектакль, мастерство артистов поражает. Очень красивые декорации, очень интересная постановка. Вообще замечательно, я очень рада, что сегодня такой праздник устроил нам театр и артисты. Оперный фестиваль продолжается. Зрители ждут яркие встречи со звездами мировой оперной сцены. Сергей Фишер, Николай Яковлев, Республика. В День ребенка подвели итоги конкурса рисунков эмблема, уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике. Имена победителей объявили в Чебоксарском дворце детского и юношеского творчества. Праздничный концерт собрал сотни маленьких жителей республики и их родителей. Должность, уполномоченного по правам ребенка в Чувашии, появилась в 2009 году. И все это время ее занимает депутат Чебоксарского городского собрания Александр Андреев. За три с лишним года детский омбудсмен сделал немало. Но самое главное достижение – количество сотрудников органов опеки удалось увеличить в полтора раза. До недавнего времени у каждого специалиста подопечных было в 4-5 раза больше нормы. Особенно трудно приходилось в сельской местности. Кроме того, по инициативе уполномоченного по правам ребенка в бюджеты включили статью «Ремонт закрепленного жилья для детей-сирот» и много других важных поправок. Позаботился омбудсмен и об эмблеме, символизирующей отношение всей Чувашии к своим детям. «Бывая на съездах уполномоченных, я вижу, что у каждого уполномоченного во всех регионах есть своя эмблема. Я думаю, а почему бы у нас в Чувашской республике тоже не сделать это? Такая идея у меня возникла, когда я был на съезде в Казани в этом году. И поэтому, приехав с съезда, я обговорил со всеми и подумал, давайте проведем такой конкурс республиканский». В конкурсе участвовало около 300 рисунков. Выбрать лучшее было очень сложно. В жюри вошли профессиональные художники, студенты художественного училища и многодетные мамы. Призы выдавались по четырем возрастным категориям. А чтобы в день праздника ни один ребенок не остался в обиде, участников вручили подарки. «В этом конкурсе участвовали очень много детей, которые проявили свои способности. И они не проиграли в этом конкурсе, потому что они достойны всяких сляческих похвал. Я думаю, у этих детей, которые не попали в финал, еще в будущих середине». Главной победительницей конкурса стала Марьяна Мартынова, ученица 4 класса Шумерлинской школы. Ее рисунок стал самым лучшим и в будущем будет использоваться как логотип уполномоченного по правам ребенка в Чувашии. «Руки – это как бы защита ребенка. Ребенок – это как раз мой человечек. Красные и желтые цвета – это цвета чувашского флага. А три звезды – это как бы звезды на чувашском флаге». После торжественного вручения дипломов победителям, актеры Чувашского театра «Кукол» подарили детям спектакль «Гадкий утенок». Мария Данилова, Евгений Анисимов, Республика. 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. 15 лет назад в этот день прошел первый Всемирный телевизионный форум. И тогда же Генеральная ассабля ООН предложила отмечать этот день с целью поощрения обмена телепрограммами, которые посвящены проблемам мира, безопасности и развитию и расширению культурного пространства. От имени всех сотрудников Национальной телерадиокомпании поздравляю всех коллег и телезрителей. И желаю только хороших новостей. На этой приятной ноте я, Ольга Боносова, прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова